Добрый день! С вами канал VideoNews и мы продолжаем публикацию видео об интересном вокруг нас. Закончился сентябрь 2017 года и мы уже традиционно представляем подборку самых интересных случаев в области уфологии, аномального и непознанного. Итак, начнем. В начале сентября некий Реймонд Джиманский, инженер ВВС США, который ушел в отставку после 39 лет работы в ведомстве, представил свою книгу «50 оттенков серых», в которой рассказал о секретной тюрьме для пришельцев в штате Огайо. Джиманский также рассказал и о специальной секретной службе, скрывающей доказательства существования внеземных цивилизаций, агенты которой носят черную одежду. То и все, как в известном блокбастере «Люди в черном». Фактов, правда, Джиманский не привел никаких, да и добавил, что сам он инопланетян никогда не видел, а книга написана им по рассказам его сослуживцев. Также в первых числах сентября активизировавшиеся американские уфологи вдруг заявили, что НАСА хочет уничтожить зонд Кассини во избежание его захвата инопланетянами, которые, кстати, уже давно скрываются в кольцах Сатурна. Однако почему так НАСА не хочет, чтобы Кассини попал в руки инопланетян, и какие такие судьбоносные секреты землян скрываются от пришельцев на борту зонда, уфологи, как всегда, не сообщили. Во время просмотра прямой трансляции с МКС уфологи сумели рассмотреть огромные НЛО с горообразной формы. По их подсчетам, длина корпуса корабля инопланетян составила примерно полтора километра. Что же запечатлено на видео? То ли это действительно корабль инопланетян, а может это все-таки облака или оптическое преломление очертания какого-нибудь континента на Земле? Трудно сказать. У каждого свое мнение на этот счет. Поздно вечером, 7 сентября, на юго-восточном побережье Крыма, множество людей смогли наблюдать НЛО, который некоторое время неподвижно висел над морем, а затем, перемещаясь по небу, постепенно исчез за горизонтом. Загадочный желтый объект, вокруг которого окружили красные огоньки, также было видно хорошо из Феодосии, Щелкина, Коктебеля и Судака. Вряд ли это был какой-то земной летательный аппарат. Что же это было? Похоже, у каждого свой ответ на этот вопрос. На выложенном НАСА архивном фото с орбиты все те же уфологи смогли разглядеть НЛО треугольной формы. Их оппоненты утверждают, что это всего-навсего лишь космический мусор. Как бы там ни было, но снимок довольно любопытный и является пищей для бурных дискуссий. Дэвид Мир, писатель-коспиролог, смог рассчитать точную дату апокалипсиса. По его мнению, конец всему живому должен был наступить 23 сентября. Свои расчеты он базировал на пророчествах Библии и своих личных предсказаниях. Его публикации на эту тему вызвали довольно существенный ажиотаж среди его читателей, особенно в США. Однако уже начало октября светит солнце, и мы можем перевести дух. Несколько жителей острова Пуэрто-Рико в середине сентября смогли запечатлеть в небе НЛО. Фотографии очевидцев были опубликованы в социальных сетях и местной прессе. На представленных снимках можно рассмотреть НЛО, который на высокой скорости пролетел южнее Фумакао. Фейк в данном случае исключен, а поэтому если на снимке не какой-либо земной летательный аппарат, тогда что это? После шторма Харви на побережье Техаса выбросило мертвое клыкастое чудовище, что вызвало шок у местных жителей. К счастью, ученые оказались более расторопнее уфологов и узнали о монстре глубоководного пещерного угря, который как раз и обитает в водах Мексиканского залива. А поэтому сенсации, составляющей теории заговора и всего этого, на этот раз не получилось. В середине сентября уфологи снова активизировались и выдали на гора, так сказать, результаты своих очередных изысканий. На этот раз они искали логово инопланетян на Земле и, как ни странно, нашли его. По их мнению, львиная доля инопланетян на Земле скрывается в Хьюстоне. Именно сюда прилетает наиболее количество НЛО, а ураганы Харви и Ирма, конечно же, дело рук пришельцев. Доказательств, как всегда, нет, однако есть хорошее настроение у пользователей. 13 сентября полиция города Кориентес в Аргентине сфотографировала в парке Митро странное существо. Прибыв по вызову, полицейские увидели гуманоида в свете фар полицейской машины, который шел к деревьям странной походкой. Работники полиции попытались приблизиться к существу, однако оно убежало от них, прыгнув в воду реки Парану. Как мы отмечали в предыдущем выпуске, воды Атлантики куда-то таинственным образом продолжают исчезать. Об этом свидетельствуют пляжи в Уругвайе и Бразилии, от которых отошла коническая вода. Подобное можно было наблюдать и у побережья Северной Америки, где в Карибском регионе и у побережья Флориды от берегов уходила вода и образовывались большие по площади острова. Если у Флориды и на Карибах данный феномен еще как-то можно объяснить ураганом Ирма, то ответов на аналогичные вопросы в Южной Америке пока нет. В российских химках в ночном небе появился светящийся круг. Его видели десятки жителей, поэтому говорить о фейке не приходится. Что же это было? Атмосферное явление, НЛО или портал другой измерения? Впрочем, решать вам. На Гавайях, на Дааху, местные жители заметили загадочные светящиеся объекты сферической формы. Горожане даже сняли три светящихся объекта, однако, как сообщили очевидцы, чуть позже в небе появилось еще с десяток ярких шаров. Снятую видеозапись НЛО над Гавайями показали в своих телепередачах даже местные телеканалы. Что бы это ни было, но фейк в данном случае исключается полностью. В конце сентября жители чилийского города Сантьяго запечатлели на видео падающий с неба объект в виде сгустка пламени. Некоторые пользователи сети попытались объяснить это какими-то атмосферными явлениями. Однако, снятые фото и видео говорят о том, что запечатленное является чем-то материальным. Довольно любопытное НЛО засняли на видео над Черным морем в районе российской Анапы. Объект светился ярко-желтым светом, передвигался по небу на приличной скорости, то разделяясь на две-три части, то снова сливаясь в одно целое. То, что это не самолет, это однозначно. Ну и в завершении снова уфологи и их так называемое наблюдение. В течение сентября они в очередной раз обнаружили на Марсе лицо пришельца или коренного марсианина, вооруженного бластером марсианского воина, базу инопланетян на Венере и даже 12-этажное НЛО в Антарктиде. Вот, пожалуй, и все в области аномального, непознанного и таинственного, что произошло в сентябре 2017 года и попало в поле нашего зрения. Вообще-то месяц был не особо насыщен уфо-событиями и аномальностями, а посему на этом и закончен. Надеемся, что подготовленная нами информация была для вас интересной. Видеоканал VideoNews благодарит вас за внимание. Смотрите нас на видео и подписывайтесь на наш канал. Смотрите нас на видео и подписывайтесь на наш канал.